вот у меня есть такой набор пряников вот эта форма вот это изначально эта форма деда мороза вот она вот такая вот был такой дед мороз вот эта форма у нас сейчас превратится из деда мороза вот в такую весеннюю девочку с букетом вот смотрите вот так видите вот такая весенняя девочка с букетом у меня пряники просто обмазаны айсингом это не заливка вот он у меня вот такой обмазанный со всех сторон пряничек какие красители красители у нас это violet сиреневый это будет и для цветов которые мы будем делать насадками и для заливки платья дальше идет цвет кожи это цвет айвори и маленькая капелька любого розового или как или красного красителя зеленый цвет листвы я просто смешала два своих любимых зеленых не and bright green и лифт лифт грин и последнее коричневые любой коричневый что у вас есть у меня бейкери браун вот такие цвета нам с вами сегодня понадобится вот эти два цвета это у меня консистенция объемной заливки можно сделать заливочной консистенции там же на ю тубе есть ссылка на критерии заливочной консистенции вот эти три они сделаны это айсинг для отсадки цветов есть у меня урок по цветам отдельный вопрос мы с вами в я вам попозже расскажу то есть вот это вот более густой айсинг который который хорошо держит форму который позволяет делать тонкие лепестки но при этом не ломать зубы при кусании очень важный момент мы не будем делать очень сложно мы сделаем так чтобы справились все так первое тут у нас юбочка чтобы мы ее сделали немножко по симпатичнее я ее тут вначале это тот же айсинг которым я буду заливать и теперь кисточкой немножко делаю такие фалдочки не обязательно это делать очень аккуратно это как бы нижняя юбка мы с вами будем заливать так шея если хотите ручки-ножки потом платье и в конце голова и в самом конце волос я начну с шеи чтоб она подсохла мне нравится ровнять все кисточкой теперь ручки здесь вы можете делать как контурную как без контурную заливку у меня не пальпинг я прошу вас не путать тут же у меня будет букет чтобы сразу я сейчас сразу сделаю для него определенный под фон чтобы потом если где-то мы не попадем не закрасим где-то у нас листики не туда пойдут чтобы у нас с вами уже был сзади какой-то задник аккуратный я просто имитирую направление и как бы заодно создам небольшой объем дополнительный объем под фон всегда хорошо смотрится она потом может вообще закрыться но в любом случае это добавит нам много плюсов пусть она подсыхает я тогда займусь ножками теперь заливаем платьишко смотрите я здесь прям не виду стык в стык а таким наплывом делаю чуть-чуть подталкивая айсинг чтоб она все не слилось такие большие площади если вы только на мячок можно сделать не объемным а просто без контурной заливкой и опять же зависит от размеров вашего пряника все равно чем больше вы поверхность заливаете тем во первых он должен быть все равно жиже и во вторых чем он гуще тем больше объем его вам надо нанести на пряник потому что вот одна из основных ошибок конечно это не относится к моим ученицам потому что их уже это все знают что наносят мало любой консистенции и она просто не может вместе разровняться сбежаться и получается ей не хватает объема и она вместе не может сбежаться и заливка кажется не гладкой а такими буграми да не потому что ее не разровняли потому что мало было это очень частая распространенная проблема вот смотрите вот такой у нас уже получился сейчас придет совсем чуть-чуть времени и можно будет вот тут еще нанести такие фаундочки этим же айсингом скажите не сложно если согласны ставьте сердечки или плюсики так все тут я подровняла сейчас нанесем вот здесь вот нижнюю оборочку это вообще не обязательно делать чуть-чуть ее подровняем мы подождали для того чтобы наш айсинг тут большой объем чтобы он у нас не не слился вот эту нижнюю борочку так и оставим теперь это должно немножечко подсушиться с красивый ровный айсинг теперь мы сейчас то же самое сделаем с головой девочки волосы тут будут у нас поэтому можно сильно много айсинга там где волосы не оставлять так чуть-чуть тоненько начинаем наносить здесь вам видно и сразу выравняем еще раз я вам говорю что у меня не пайпинг у меня просто объемная заливка это разные вещи очень важно чтобы это понимали так получается что я заметил это моя особенность в конце у меня слой айсинга когда я наношу объемную заливку всегда больше чем начале поэтому вот те места где считаю что должны быть выпуклые я ими заканчиваю я не с них начинаю я ими заканчиваю если вы хотите можно допустим опустить сюда карнетик и немножко по надавить сделать такой подбородочек выпуклый девочка у нее нужны волосы делаем пробу вот такие вот кучерявые ничего не сливается первый пункт первое что надо если вы вы можете взять базовый айсинг то есть тот который у нас сами получается и его загустить сахарной пудрой но сахарная пудра все равно имеет свойство со временем таять и она будет более у вас таким мягким да но если вы нанесете очень большой слой то базовый айсинг сахарной пудрой будет очень тяжело кусать поэтому в данном случае я делала замес айсинга для цветов и я вот окрасила его на большие объемы там где толсто у нас очень густой базовый айсинг будет невозможно укусить это будет неприятно я делаю волосы начинаю снизу по моему плану они должны быть такие за витками сразу кисточкой можно вот тут пройтись чтобы эту границу убрать чтобы не было видно белых пятен хочу обратить ваше внимание что тут у меня букет тут у меня букета не будет вы можете нарисовать либо подарок либо просто такую большую копну волос сделать это же сюда и тоже сразу же кисточкой подшаманиваем да скрываем белые пробелы ободок у нее еще тут будет ободком отдельная история давайте начинаем с челки вот тут пробор волос это самое приятное что можно сделать как бы вы их не нанесли очень тяжело их испортить даже если вы испортили вы вот сняли также аккуратно как я вам показывала как правило волосы я наношу в несколько слоев для объема а так как у нас вами тут еще будет и ободок стараемся волосы если если ваша задумка такая есть делать симметрично вот не забываем у меня вот тут пробор и я сразу же кладу второй слой приблизительно в шахматном порядке кладем теперь насчет ободка это я придумала сегодня сейчас будем с вам пробовать кто ходит ко мне на эфир и знает что у меня эфир и обычно без подготовки я делаю что-то прямо в эфир значит чтобы отдель чтобы ободок здесь хорошо был я беру и кисточкой видите вот сейчас вот тут вот уже сглаживаю пространство для этого ободка чтобы мы его залили туда волосы подсохли и мы сюда залили наш ободок вверх у него уже будет какая-то подушка он он будет на высоте возвышаться и это будет довольно лаконично и органично смотреться потому что видите волосы тоже тут он будет видно что он в волосах вот так вот такой вот эффект то есть мы подготовили с вами вот тут сейчас пространство для ободка я его просто разглаживаю какие нам сами инструменты понадобят это любой гвоздик кондитерский он у меня вот так вот расчерчен чтобы я могла ориентироваться по диаметру дальше кроме гвоздиков если у вас нет вы можете взять железные или вы можете взять вообще рюмку и и перевернуть дальше насадки насадки определенного типа нам нужны для таких цветов анютины глазки точно анютины глазки видите я забыла спасибо вот насадка то есть это насадка стандартная для розы чем больше номер и чем больше выходной отверстие тем больше вас получится цветочек вот эта насадка 59 вот эта насадка 60 вы понимаете да что будет разного размера у вас цветок у вас маленькой насадкой огромный цветок не получится или не могут очень мелкие лепестки вот это например большая насадка я сегодня показывала как такой насадка у себя в stories вот допустим я делаю вот такие розы это тоже асен для цветов который хорошо кусается да или вы допустим маленькие розы вот такие можно розы делать но это этим этими же насадками но мы с вами будем делать анютины глазки у них там тоже есть своя специфика вот нам понадобится небольшие насадки мы будем делать небольшие пряники то есть наша цель какая должна поместиться цветы вот тут вот букет да и у девочки должны быть здесь цветочки и вот тут вот на обруче то есть нам надо сделать маленькие цветочки и цветочки побольше вот сюда я начну сейчас с насадки побольше чтобы хорошо посмотрели асен для цветов очень плотный потому что если он будет мягкие пластичные лепестки тоже будут с сливаться объединяться вместе вот значит смотрите раз теперь если вдруг у вас нет переходника не хотите пользоваться переходником берем большой пакет 2 у меня есть один огромный урок там больше 10 12 таких вот различных цветов я тоже рассказываю подробно как с чем работать вот у нас получается такой переходник отверстие смотрим относительно нашего букета если будет много вот таких цветов то есть тут их три поместится будет не соответствовать размер поэтому нам желательно чтобы цветочки были вот тут поменьше центрального диаметра в районе делаем первые два лепестка раз потом 2 заходит на 1 дальше боковые лепестки и теперь делаем лепесток нижний он такой дугообразный раз перестаем давить убираем и в этот момент нам с вами понадобится кисточка чтобы вот это так вот красиво вот получается такой вот цветочек вот такой вот цветочек он должен подсохнуть давайте с вами прикинем вот можно прямо через пергамент смотреть да что можно несколько таких больших сделать а все остальное сейчас будем делать маленькие делаем я побольше все сделаю один лепесток делаем второй лепесток вот они друг на друга находят вам хорошо видно теперь делаем боковые и нижний вниз вверх обратно перестаем давить убираем и сразу же кисточкой подправляем мне если честно просто намного тяжелее делать такие маленькие цветы чем большие если вы все здесь мы все сделали правильно они уже должны подсохнуть и довольно легко сниматься с пергаментом вот эти я видите это я отсадила оп сломался пока был перерыв у нас с вами вот он сломался вернула обратно давайте маленький проверим маленькие хорошо отходят значит цветам надо еще подсохнуть когда айсинг полностью высох цветы сами отпадают розочка к примеру раз и от полу если не отпадают значит еще не высохли так но эти наверное еще не подсохли я так думаю видите я начинаю отрывать от такого влажная влажный задник значит еще не подсохли не получится их снять вот видите эти еще не подсохли из из и сломала один почему потому что тут высохла а изнанка не высохла видите ломается рано его побеспокоило надо было не беспокоить вот приблизительно выкладываем самые мелкие цветочки туда мы ориентировочно хотим их положить поставить самый мелкий я думаю что надо на ободок прикрепляем берем айсинг зеленый вот такой вот тут у меня насадочка сейчас полтора миллиметра запомнили тут я можно делать сиреневым можно зеленым неважно я наношу еще объем нашим цветам имитирую в каких-то местах листики и можем с вами крепить первый цветок у нас был здесь 2 у нас был здесь и последний завершающий было здесь если у вас есть щипчики это замечательно если у вас как у меня нет ничего страшного работаем руками щипчики могут быть самые простые купленные в магазине так и вот тут смотрите делаем листву так я давлю и почти не виду видите так оп вам надо убедиться что она у вас зафиксировано что она приклеена иногда надо снизу добавить какую-то башенку чтоб вылез ваш цветочек и можно вот тут вот мне кажется еще один цветочек вот так смотрите как красиво у нас получается и сейчас тут еще сделаем тоже листики смотрите я просто сильно давлю и руку не виду получается образуются такие такие вот листики дайте какая милая девочка у нас получилось нам осталось рисовать глазки ротик и щечки можно веснушки с носиком напоминаю вам что изначально у нас с вами был дед мороз что это форма деда мороза например если у вас 1 сентября что вы делаете вы девочку наряжаете в белую блузку и черную юбку к примеру если у вас свадьба да вы делаете белое платье и множество розочек добавлять чтобы это выглядело как свадебный гряне какие-то очень большие вот это не забываем что это было у нас с вами форма чего форма платья например такой букет да давайте вы сейчас таки сделаем разбираем берем зеленый и делаем листики будем потом добавлять тут не важно как мы делаем что если где-то будет что видно чтобы мы могли его обыграть как-то и теперь клеим наши цветы вроде бы вроде бы было так я обычно выкладываю делаю фотографию а потом клею пока айсинг тут не присох это все можно еще аккуратно добавить не хватает на тут явно парочки цветочков не подсохли надо подождать пока подсохнут не страшно если где-то размазалась добавляем и теперь рисуем листики можно взять выходное отверстие побольше или в два слоя вот так наносить вам видно друзья мои вам видно так 23 февраля так на 23 февраля это хороший вариант сейчас я перейду к этому то есть не обязательно даже специальную но у меня есть конечно специальная насадка но вообще это не не обязательно чтобы сделать какой-то красивый букет это не обязательно это могут быть какие-то веточки это можно вот кстати задний фон даже по такой обмазки можно подрисовывать красителем к примеру каким-то прям взять и по нему рисовать все вот обмазка мои ученицы очень довольны том что обмазка очень экономит время особенно когда ты знаешь как правильно и сделать все не буду сюда больше ничего уже конкретно в сам букет добавлять ставим белые точки потом добавим желтый цвет важный момент вот это вот технику когда ты какие-то заготовки делаешь на пергаменте или файле а потом сухими их фиксируешь я называю сухую по мокрому часто ее используем когда вы это фикс у меня есть урок на 14 февраля кстати с такой техникой когда вы бесплатный в моем профиле когда вы фиксируете и вы потом подсушиваете и вот так вот поворачиваете и смотрите видите вот тут нету места это значит что если потом она высохнет и кто-то надавит на пряник вот тут вот треснет поэтому вы берете хотите там базовым хотите к каким угодно и вот тут вы делаете такую подушечку упор видите да вот тут примену лучше конечно в цвет фона чтоб там ничего лишнего не было то есть вот тут вам надо сделать такие небольшие подушечки чтобы не треснули вот эти верхние выпуклые элементы все остальные вроде бы видите сидят у нас хорошо они будут опираться на пряник это очень важно при транспортировке то вы отдаете красивый набор а потом говорят ой у нас какие-то были с ним проблемы и вот смотрите когда это подсохнет можно же добавить сюда вот так вот кружева как будто она обернута мне сейчас нету подходящего кусочка как будто но так вот обернута в кружево его присобрать и как будто это букет с кружев в кружеве в таком очень красиво соответственно и стоимость тоже будет сразу другая или просто вот такое обмотать вот вот так так приклеить но надо чтобы она обязательно хорошо подсохла кисть три нуля это кисть у меня с магазина маникюра я ничего я не буду лишнего делать я говорила что у нас простой набор пряников мы нарисуем с вами глазки я намечу карандашом чтобы вам было легче эти карандаш всегда можно стереть краситель черный разводим на палитре водой проверяем сильно черным рисовать не надо пешки я вам хочу сказать что здесь конечно же можно усложнить этот пряник и можно носик дорисовать сделать тонировку еще какую-то вещь прорисовку но на самом деле он и так уже красив берем пыльцу цветочную начале на бумажную салфетку или бумагу теперь ставим ей щечки знаете что мы и забыли нарисовать брови это краситель пич все друзья мои смотрите пряник готов как вы могли заметить я вот тут убрала тапочки не мне ужасно не понравились поэтому мне надо тут остались вот я прям по мокрому убирала осталось небольшое сиреневое видите пятно поэтому его мне надо немножко закамуфлировать вами с такой формой ног тапочки тоже не советую делать я беру сиреневый краситель виолет которым же я и окрашивала айсинг и немножко вот тут добавлю как будто она стоит да вот так таким образом я замаскирую свой экспири не удавшийся до эксперимент этик рисую красителем прямо по обмазке все хорошо мы немножечко сделаем дополнение красивых сердечек которые вот как раз кто не знал с чего начать с них можете и начать то есть если вы умеете пить пряники то следующий этап это вам надо научиться делать правильный айсинг тут важно чтобы вы нашли тот который подходит вам сейчас делаем простое сердечко который тоже подойдет потом на 14 февраля делаем начале кружева это мы по периметру такими фалдами жирненько наносим базовый айсинг теперь берем кисточку и сглаживаем его вовнутрь растягиваем вот так если при этом у вас остаются красивые борозды это великолепно кисточка должна быть влажная чтобы оно хорошо у вас и работать надо быстро чтобы успеть до того момента как ваш айсинг застынет и не будет растягиваться я сделаю несколько таких сердечек у меня как видите пряники разные потому что это разное тесто можно сразу нанести контур а можно мне сразу теперь на обратную сторону мы эти сердечки сейчас с вами зальем просто сиреневыми а потом украсим гибким кружевом покажу тоже как с ним работать вот вам бесконтурная заливка мы заливочная консистенция сейчас наносим контур и сразу же начинаем его заполнять тут важно в чем сложность если будет сильно жидкая заливка она у вас начнет стекать и сразу разглаживаем первый вариант теперь если у вас есть контур контурная заливка наносим контур по классике жанра мы должны дать ему подсохнуть чтобы он не сливался держал форму и был преградой нашему айсингу тут я тоже сделаю этот контур толстоват но для моих целей я его потом закрою он подойдет так вот те кто хочет научиться декору надо начинать с чего-то простого и самое главное навык который вам надо отработать отработать это консистенции и просто гладкая красивая заливка тут мне не нравится я убрала потому что самое главное это вот заливочная консистенция просто чтобы вы могли ровно и красиво залить объем не объем а пространство зачем это надо потому что красиво залитое пространство это и акварельная роспись это просто вы различные варианты наборов пряников это все что угодно а все остальные там уже объемная заливка пайпинг и всякое такое прочее это уже на ворот это уже дальше идут вишенки на торте контур подсох тип желательно минут пять-десять теперь просто заливочной консистенции мне надо нанести вот как я делала покрыть поверхность смотрите как определить заливочную консистенцию особенно для новеньких зайдите пожалуйста на мой youtube канал там есть критерий и как я что наношу теперь быстро объединяем контур с нашим пряником некоторые говорят там можно постучать потрясти еще что то да можно так сделать только при условии что у вас нету рядом на этом же пряники чего-то не подсохшего или только покрышиваяся корочка потому что если будет несколько цветов один начнет сохнуть а второй вы сейчас будете трясти вас пойдет трещина теперь быстро ставлю точечки той же заливочной консистенции и и делаю розочки и делаю розочки можно между ними еще поставить точечки тоже довольно милый пряник если вам вдруг не нравится такое часто бывает вы берете смотрите смотрите не не бойтесь этого момента берете делаете вот так даже с сухим айсингом просто его снимаете надо этого бояться это просто пряник убрали протерли салфеточкой я тоже часто показываю такое что вот протерли салфеточкой если там липнет подсушили если не липнет начали заново взяли контур к примеру и пошли друзья это нормально подождали пока контур подсохнет заливе пока этот я не довожу пару миллиметров чтобы но у меня потом не разлилось я не лажу вовнутрь у меня нет пузырей почему не как избавиться от пузырей воздуха будет пост в марафоне пожалуйста основная причина пузырей которые вылазят наверх они есть всегда вот и тут можно сейчас поставить белые точечки все они сейчас провалятся и это будет красивым заполнением к нашему набору тут можно просто сделать сиреневым или белым потом сверху сиреневый цветок цвет контура я всегда рекомендую делать цвет заливки но так как у нас здесь с вами по кругу есть белая имитация кружева можно этим не заниматься для новичков не бросайтесь в пайпинг друзья мои сделайте набор из вот таких сердечек из вот таких сердечек если он у вас будет красивый ровный гладкий вот такой вот как у меня пожалуйста все вы переходите к следующему этапу это единственный правильный как бы ход два максимум три цвета и вот такие простые заливки посмотрите это уже красиво это должно полностью высохнуть теперь смотрите вот это сердечко просто сиреневая превращается с кружевом в элегантное сердце да можно полосой можно так смотрите можно вот так просто посерединке можно вот так вот сделать главное надо чтобы хорошо просох айсинг то есть айсинг должен быть хорошо высохший вот так можно очень красиво смотрятся вот такие элементы частично давайте вот это попробуем вот отрезаем приблизительный кусочек приблизительный говорю очень хорошо с этим кружевом делать вышивку со специальным ковриком рогожкой вот так примеру да вот так теперь смотрите как мы его наносим очень аккуратно и быстро и самое главное что это кружево во первых его можно сделать цветным во вторых она хранит срок его использования не ограничен вообще положили сушить как обычно все смотрите там три минуты потратили и это моему кружеву уже год сегодня я его мочила два раза нам надо добавить желтенького потому что я анонсировала что это анютины глазки условия что дал должен он подсохнуть не все закрашиваем чуть-чуть оставляем белым чуть-чуть желтым если были цветы побольше мы пытались вами это сходство добиться то что я говорила не засохла не высохла я давлю и получается трещина там обязательно дождитесь полного высыхания смотрите ну шикарно немножечко кружево немножечко цветочков и просто заливка просто заливка ничего сложного но все гениальное просто и 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 Субтитры подогнал «Симон»